друзья всем привет приехали мы не с пистыми руками к андрею к автору канала деревенский блокнот это тебе андрей это спасибо и здравствуйте во-первых зрители и спасибо это чак-чак как я понимаю это что-то сладкое национальная сладость национальная сладость татарстана хорошо так же чтобы не замерзнуть андрей это от наших горячо любимых соседей вашим это лимонад это отличительный лимонад здесь на основе смородины здесь на основе имбиря и лимона как жаль что мы не пьем но вы не убираете далеко ничего ничего спасибо спасибо большое на самом деле я кстати переживаю что ребята замерзут нашем домике мы про их визит тоже снимаем ролик на своем канале у нас домик недоутеплен но вот ребята сказали они очень морозоустойчивый посмотрим но вот весь самогон я так понял они решили отдать мне может быть вам бутылочку оставить это уже как пойдет они тоже не пьют тут никто не пьет только просто дарим друг другу как сувениры красивый бутылки да вот это андрей вот мы сами такой пробовали уже это сало к нам каждую среду приезжает рынок все чуваши и со всех деревень и вот это вот настоящего сала копченого очень хорошо домашнего производства у меня уже не хватает рук к салу хлеб сами печем это бородинский хлеб по моему рецепту очень вкусно аромат хлеба печки да да я знаю либо тоже печет другой рецепт попробуете хорошо конечно конечно ставьте это тоже как хорошо как хорошо что ребят большая машина сколько подарков привезли но это к чаю спасибо торт очень хорошо ну хорошо чаю пьем вместе спасибо ребята спасибо так женя я так как вы тут будете хозяева ближайшие дни показываю где что находится это у нас дровник значит дров берите сколько вам нужно здесь есть еще надувная лодка запас хороший да вот надувная лодка единственное насос там где-то в сумке она должен быть вот в этой если надо вы смело берите и плавайте разберемся да да то есть это в вашем распоряжении так пошли колодец колодец правда наверное наверное воду нужно брать отсюда только в самом крайнем случае потому что она грязновато но если уж совсем негде будет взять хотя с другой стороны у нас озеро поэтому вот она в принципе вот как как техническая сойдет да как техническая сойдет но наверное в озере будет даже почище почище поэтому вот тут уж сами смотрите вот а собственно больше пока тут ничего и нет только домик чудесный вид на озеро и дровник и все и вот елочки посажены моим соседом очень красивые елки кстати кстати кому интересно да может быть наш дом где живем мы вот прямо по курсу вот туда вот в том направлении через этот лес ровно 500 метров там наш дом по азимуту по азимуту совершенно верно да а по дороге если то это туда потом туда и потом еще раз туда несколько поворотов в общем вот так прекрасно прекрасно сегодня кстати погода хорошая нету ветра да да ветер у нас обычно с озера погода чудесная но плюс два градуса все таки холодного я вот в отличие от ребят холода не люблю дом приняли пока еще не стемнело пойдем прогуляемся по деревне блогеров смотри сколько пришлось ему брать этого тростника здесь песок такой крупненький красиво на озере кролики он у андрея сидят в тепличке листья опали а яблоки остались вот дошли здесь марк жил раньше видимо отстроим материал остался его уже не его наверное когда-то был здесь песчанский фельдшерско-акушерский пункт так пойду еще пару хапок возьму пункт фокус здесь 800 по нулям свет есть так сейчас я маленько а и надо дырки но это ладно мы подумали что вот еще отсюда очень сифоник как видите ребята действительно ночевали в доме вот плиточка сковородочка они например в автомобиле гоняю всю ночь двигатель а это следующий день мы работаем помогаем над утеплением в этом домике сегодня станет еще немного теплее утеплять крышу до андрей как вам работник это не работника гость ну что сказать привыкает потому что все-таки в любой работе есть какие-то свои особенности но потихоньку потихоньку все-таки мужик поэтому какими-то навыками работы с инструментами обладает нормально все хорошо ничего поехали за негорючим я даже не знаю как назвать это негорючий мат или негорючая в общем подложка проложка слова крутится в голове вспомнить для трубы печи до до ночной трубы продуктивно сегодня поработали до утепляли еще пару пролетов вот этот пролет я взял денис за мной шел уже пеной проходился еще там денис успел тоже пройти такой же пролет ближе сюда и в домике я стала на градус на полтора тепле и быстро поработали намного народа быстрее получается свет делает обед макароны сыром с тушенкой огурчик поезжу топим печку домики тепло сейчас скажу сколько градусов здесь 15 градусов друзья друзья пока мы пьем со светой кофе хотели немножко пообщаться рассказать как мы здесь оказались мы очень любим автопутешествие начинали мы свои тур походы с санкт-петербурга очень часто выезжали походы в кемпинге у нас есть все необходимое для этого на мы либо жили в палатках либо снимали домики по типу этого но самое длительное наше путешествие на было в карелию до 650 километров мы уехали с прицепом с лодкой жили на острове там даже не было связи посередине озера мы жили на маленьком острове в палатке около недели ловили рыбу коптили это для нас я решил почему бы не позвонить андрею автору канал деревенский блокнот созвонился с ним и мы решили так что приедем к нему в гости но перед этим он нас предупредил что домик еще такой не готов он еще холодный здесь только как видите печка и все немножко утеплен мы уже приспособленные люди к любой местности мы у нас есть все необходимое для жизни в лесу до поздней осени буквально мы можем находиться в лесу где угодно на природе до поздней осени поэтому мы собрали все самые необходимые теплые вещи и приехали сюда и не чуточку не прогадали полторы тысячи километров до у нас дорога вышла этот раз вышла максимальным пока пока по расстоянию полторы тысячи километров но с другой стороны одна деревенская жизнь на другую дамы сейчас поменяли но здесь совершенно другая деревня мы вчера прогулялись здесь очень тихо здесь другой ландшафтный дизайн другие деревья здесь такая более настоящая деревенская жизнь нежели у нас в селе здесь практически даже нет заборов очень такие ухоженные участки гуси гуляют там уточки свинья даже видели ее свинью там вчера закалывали да и здесь шикарный такой вид на озеро из этого домика вот практически говорю как мы вот кемпинг снимали домики также на рыбалке вот очень красивый вид то есть мы здесь отдыхаем у нас такая перезагрузка здесь нет электричества лишний раз не включишь телевизора там да то есть топим печь практически как костер на природе то есть я очень люблю такой отдых есть с чем сравнить друзья что наша деревня что здесь деревня совершенно разные деревни но кому нравится активный отдых вы можете посмотреть перейдя по ссылке у нас есть второй youtube канал рыбаки на волге оставлю ссылку в описании там мы не только рыбачим как уже сказал автопутешествия походы по грибы рыбалка в общем все для активного отдыха переходите смотрите когда мы жили в петербурге и смотрели деревенский блокнот через телевизор мы даже и не думали что побываем в деревне блогеров познакомимся лично с андреем и побываем у него в гостях нас встречает рыжик привет рыжик мы тоже любим котов друзья мы сегодня с андреем ездим по псковским деревням кое-что по просьбе андрея присматриваем и вот многим будет интересно как на самом деле снимаются видеоролики сколько труда вкладывается в эту видеосъемку подбираются кадры интересные вставки которые многие любят смотреть вот тем временем мы находимся уже практически 50 километрах от нашего домика на берегу едем дальше денис остался дома и сейчас у нас женя за оператора тайного красивые места очень едем по лесным буквально дорогам но дороги хорошие но наверно полностью с какими целями едем наверно у андрея на канале будет более подробно едем по лесной дороге и вспоминается как мы начинали только искать земли для жизни и обустройства в деревне сколько километров проехали по дорогам по неградской области особенно мне это вот очень запомнилось андрей ищет ракурс там будут съемки все поехали камера мотор выкинешь мусор получишь по щам друзья мы делаем интереснейшие остановки в деревне червоед здесь такой заброшенный магазин невельский район атмосферно я скажу атмосферно и интересно вы видели такое вообще впервые видим деревне баня по черному трубы нету фонит со всех со всех сторон хозяину нам разрешил снять показать но это очень интересно реально баня по черному мы только слышали раньше баня по черному а теперь теперь еще увидели а кто когда-нибудь мылся в бане по черной я не мылся я тоже не мылась там наверное вот так заходить надо такой аромат очень ну как вкусный дров вот это вот такой насыщенный в общем и добрались до той деревни куда планировали приехать посмотрите это вот является центральной дорогой в деревне можно делать выводы вот такой дуб в этой деревне растет такое творение природы очень большой это наверное символ этой деревне возможно центральное место встречи будем возвращаться обратно мы полностью промокли до возвращаемся в деревню вечером приедет люба с полиной и мы пойдем к андрею в гости жарить шашлыки все вместе а пока поедем топить нашу печь костер сушить одежду и греться женя пошел топить печь а я пошла собирать яблоки вот соседи по домику предложили нам забрать яблоки дело в том что псковской области просто яблони были усыпаны и уже сделано все заготовки есть лишние и вот они нам но еще вчера вечером предложили забрать яблоки и даже помимо яблок них растут груши пакете груш нам дали так вот такие добрые соседи сейчас топим печь маринуем шашлык сушим одежду и в гости так время вечер идем к андрею взяли с собой пустые баклажки для воды для питьевой фонарик зарядить вон там света мясо замариновала для шашлыка идем трапезничать слушайте мы тут уголь растапливаем и такой дымяра тут пошел сколько мы уже минут 15 нам да мы пытаемся зажечь угли покупные разжечь вот у нас из газовый баллончик горелка вроде мы такие но бумага сгораешь а уголь не хочет загораться хоть ты тресни дым валит огня нет вот такой парадокс как бы мчс не приехал сюда животное на запах пришел а тут уже вкусно пахнет процесс пошел ну что мы победили победили и возбудили наконец-то нормальный уголь нормальный огонь вот это уже что-то похожее на то как должен выглядеть мангал с шашлыком жар то не на шутку такой красивый приходится заливать водой так что все нормально все нормально так что будем сегодня смерть почти уже все собрались шашлычок на своем месте под лавашом обстановка супер вкусный итак сегодня четвертый день наш отпуск подошел концу здесь вполне комфортно как ребята утеплили потолок некоторые щели стало плюс 16 18 поэтому я смело могу сказать что в этом домике уже можно начинать жить ну а последующим гостям здесь будет просто комфортнее еще с каждым разом сейчас мы уже вещи загрузили последние штрихи убираем домик сдаем ключи андрею еще будет у нас важное мероприятие нужно будет кое-что отвезти великие руки а вы все увидите задаем дом нам пора было уютно тепло дом хороший спасибо большое за теплый прием все классно хорошо я очень боялся что ребята замерзнут такой вопрос сколько градусов было сегодня ночью утром вечером вчера в домике сегодня я скажу больше я сегодня не каждый полтора часа уже каждые три часа подкладывал это прогресс мы держали в районе 15 градусов 15 маловато но зато раз в три часа я надеюсь к следующему вашему приезду домик будет уже совсем другое дело да да но у нас еще есть одно небольшое дело его надо сделать так что оставайтесь с нами погнали другое дело А здесь в том, что что-то и бойлер там, да? Да, то есть электричество током, ну, в смысле, вода меня током бьет. Да, прикольно, да? Да, разных цветов, единственное, я хотела, чтобы он просто, ну, мне надо было просто белый. Он говорит, сюда хочется смотреть на часы сразу. Я говорю, ну, блин. То есть у всех, кто смотрит, сколько времени? Пять часов хорошо. Сейчас в спальне нет часов и как бы отдыхаешь, не контролируешь что-то. Да, 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 да. У меня тоже у нас висят, но один не работает, одни это. Ну, сюда вот все-таки купила часики. Такие незаметные. Здравствуйте зрителям канала «Жизни в Приворской деревне». Меня зовут Любовь. Я очень рада, что получилось так встретиться с ребятами, познакомиться наконец-то вживую, пообщаться. Мы очень хорошо вчера провели вечер. И спасибо вам большое, что помогли привезти плиты, которые мы укладывали в нашем домике на берегу озера. У нас все никак не получалось. Я возила по одной штучке сюда в дом Великие Луки. А тут вы сделали такое огромное, большое дело. Вот большое вам спасибо за то, что так вот получилось, за то, что подсобили. Ну, а нам надо ехать дальше. Наш путь лежит на Москву, через Москву, в Татарстан. Нас ждут дома. Да, да. И хотим тоже сказать спасибо за гостеприимство. Было очень приятно. Да, очень хорошо. Приезжайте еще. Обязательно. Приезжайте еще. В следующий раз будет еще теплее в домике. Все. Обязательно приедем. Спасибо. Легкой дороги вам. Спасибо. Bye. Ну что, друзья, мы добрались. Слава Богу, без происшествий. Ну, а ролики наши будут выходить так же, как и прежние. Через два-три дня. Никуда мы не пропали. Все на своих местах. Ну, как вы встречаетесь все? Мати, Сара, киса. А Арчи где? Сарчи только не хватает пока. Киса. А Арчи. Короче, все на месте. Все хорошо. Так, пойдем. Посмотрим, как у курочек дела. Так, а тут еще закрыто. Угу. Угу. Так, надо убираться будет. Здравствуйте. Сильно хорошо у вас? Такие бодренькие. Яйца есть. Давайте, сейчас я вас накормлю. В общем, все хорошо. Спасибо тому, кто приглядывал за нашим хозяйством. Все на месте. Все здоровы. И тут меня ждала неожиданность. Ну, боковым зрением бросилось. Здравствуй. Что открыта дверца. Я обычно закрываю. Ну, здесь витаминки для куриц. Ну, какие-то кормушки. Он оставлял нам яйца. Я просила, чтобы яйца он забирал. Но, видимо, у всех в деревне есть свои курицы. Поэтому яйца никому особо не нужны. И получается у нас где-то четыре десятка яиц. Что же с ними теперь делать? Что с ними теперь делать? Ты что такая боевая? Каких-то крыс ловила. Нос какой-то у тебя. Где-то лазила. Где-то лазила. Где-то лазила такая. Ай, привет. Как видите, нас все ждали. Хозяйство на месте. И я считаю, что наш мини-отпуск удался. Нам очень понравилась поездка. Будем настраиваться на наш деревенский быт. И делать хозяйственные дела. Но сначала нужно отдохнуть. Да, обязательно. И еще, пока не забыл. Ребят, подписывайтесь на наш Яндекс Дзен. Телеграм-канал. Одноклассники. Вконтакте. В общем, во все соцсети, которые мы оставляем в описании под видео. А на сегодня у нас все. Ну и ладушки. Всем пока.